Разрешите представить вам современные подходы к организации уборочных и дезинфекционных мероприятий в учреждениях палеоативной помощи. На самом деле, если мы сейчас посмотрим на такие картиночки, это знакомые для нас всех проблемы для многих лечебных и социальных учреждений. То есть ведра с грязными растворами, непонятные швабры деревянные с половой тряпкой, неудобства в проведении текущих генеральных уборок и, к сожалению, нет каких-то единых стандартов, алгоритмов проведения технологической системы уборки. На сегодняшний день ведерные системы уборки представляют в лечебных и в учреждениях социальной помощи достаточно большой набор уборочного инвентаря, разделенный на зоны и так далее. Но на самом деле вопросы возникают такие, насколько реально удобно хранить и соблюдать требования по использованию этого уборочного инвентаря, насколько актуальна реализация вопросов по профилактике перекрестного инвентаря и, соответственно, вопрос к организации контроля вообще уборочных мероприятий в учреждении. Значит, сама технология уборки ведерной системы, это, соответственно, на каждую палату кабинет помещения у нас должно быть, условно говоря, 10 литров рабочего раствора и затем эти 10 литров, грубо говоря, у нас сменяются после каждого помещения. По факту на уборку 10 помещений у нас уходит за одну уборку только 100 литров рабочего раствора, то есть это 100 литров на 10 помещений и воды, и дезинфицирующие, грубо говоря, средства. Ну, вопрос, конечно, хочется задать конкретно к вам, как у вас, возможно, это уже и не ваша история, вот, и в рамках законодательства мы понимаем, да, есть санитарные правила 20-21 года, есть, соответственно, ГОСТы по организации клининговых услуг в медицинских учреждениях, есть, значит, методические указания по технологии обработки белья, значит, ну и есть, соответственно, тенденции на сегодняшний день в рамках национальных проектов, это, значит, бережливое производство и технологии. Что в рамках этих национальных проектов? Это оптимизация процессов, это оперативное управление и это изменение образа мышления и поведения внутри структурной организации. Если мы говорим про медицинскую организацию, то это, значит, изменение уже в рамках национального проекта по качеству оказания медицинской помощи, управления ресурсами и стандартизации процессов. В рамках процессов оптимизации, стандартизации безопасности в любом случае должны участвовать технологии. Ну, если мы говорим про процессы, то, соответственно, к организации уборочных мероприятий и вообще мероприятий, которые связаны с пациентом, у нас, на самом деле, штат сотрудников может выполнять одну и ту же функцию, 11 человек может выполнять несколько функций. Это классический подход. Если мы говорим про современный подход, то, соответственно, сотрудники объединяются в группы по видам работ и, соответственно, у них формируются единые стандарты, регламенты, соответственно, сотрудники могут взаимозаменяться. И это все создается за счет технологий, да, то есть на помощь идут технологии и, соответственно, обычному стандартному методу ведро-вода мы предлагаем новые технологии, новый подход. Это метод безведерной уборки, то есть, соответственно, на каждое помещение идет не ведро с водой, а есть моб, увлажненный соответствующим вашим дезинфицирующим средством. И по факту, значит, на технологии уборки у нас получается, то есть вместо ведра вода, как я сказала, моб, салфетка на каждое помещение и замена идет, соответственно, просто мобов и салфеток. Таким образом, мы здесь с вами что, значит, добиваемся. То есть, по факту, получается, вместо 100 литров рабочего раствора на 10 помещений у нас расход идет 3 литра рабочего раствора. Данная технология рекомендована не дезинфектология, соответствует всем стандартам, значит, обеспечивает снижение физической нагрузки, обеспечивает эпидемиологическую безопасность и, соответственно, влияет на производительность и рентабельность уборки, то есть идет сокращение времени и так далее. Это вот немного мультик. То есть уборщица, санитарка подходит с уборочной тележкой к конкретному помещению, убирает, значит, далее идет оценка уборки и, соответственно, все это передается на... В рамках рекламента передается в облако руководителю, который видит, на каком этапе что произошло, какой функционал выполнен по уборочным мероприятиям. Далее весь отработанный уборочный инвентарь приходит в санитарную комнату, где происходит стирка, приемка и, соответственно, стирка, мопов, салфеток, их очистка, дезинфекция. И получается термохимическая дезинфекция, то есть раз мы обеспечиваем стирку при температуре применения дезинфицирующих средств, моющих дезинфицирующих средств, соответственно, происходит термохимическая дезинфекция. То есть это один еще из моментов по профилактике перекрестного инфицирования. Так, дальше. Таким образом, данная технология помогает оптимизировать деятельность младшего медицинского персонала, обеспечивает эпидемиологическую безопасность и централизует процессы хозяйственной деятельности. В этом помогает в централизации процесса хозяйственной деятельности, помогает также цифровой сервис, который в рамках нашей технологии обеспечивается бесплатно. И здесь у вас, соответствующий в режиме реального времени, вы видите все процессы, что происходит на объекте и, соответственно, какие задачи, кто как выполнил и контроль, соответственно, уборочных мероприятий. В рамках санитарных правил есть соответствие инструкции, рекомендованных дезинфектологии, и мы всегда на связи. Любые вопросы мы можем вам помочь ответить и, соответственно, сформировать проект по обеспечению эпидемиологической безопасности в рамках организации уборочных и дезинфекционных мероприятий. Спасибо большое. Субтитры подогнал «Симон»!